Приветствую вас, на ситуацию вы можете, конечно же, повлиять, вопрос только в том, как и на сколько. То есть, понимаете, если бы ваш мужчина был бы уверен в своей позиции на 100%, он бы, скорее всего, не ожидал бы вас идеально и с вами он не взаимодействовал бы. То есть, определенные сомнения у него есть по поводу того, что вы пишете. И эти сомнения нужно не точно бы увеличивать, усиливать, а скорее просто демонстрировать ему, что правильно, а что нет. Демонстрировать ему, что верно, а что нет. Показывать ему, как можно, а как нет. Понимаете? И если у вас это получится сделать, если вы, ну, сможете это сделать, то мне кажется, что проблем не будет. Есть, правда, одно но. И заключается это но в том, что это может занять слишком много времени. Понимаете? То есть, слишком много времени может у вас отнять такая вот попытка или стремление его, скажем, переубедить в чем-то или перевоспитать в чем-то. И в этом смысле, на контрасте обозримого будущего, я, наверное, соглашусь с Кудряшовым Игорем Леонидовичем, который говорит, что человека во мне переубедить. Потому что там традиции, там какие-то привычки, там ожидания родителей, которые достаточно важны для человека. Родители это очень вообще важные, ценные и так далее. Вот. И вероятность этого мала. Именно в обозримом будущем вероятность мала, что человек захочет выступить против своих родителей. Прямо что родители будут однозначно против. Вот. Вот, в принципе, все. Если вы готовы ждать его, если вы готовы ожидать его, если вы готовы терять свое время на него, если у вас сильные, сильные чувства, прям вот сильные, вы видите и хотите сделать его счастливым, то, пожалуйста, постарайтесь влиять на него, привяжите его к себе, пусть он привыкнет к вам и так далее. Но, если вы не готовы терять свое время, если вы не готовы, значит, ну, по итогу вот, подрать и там несколько лет, допустим, своего времени и в итоге получить ничего, да, то мне кажется, что вам лучше даже не пытаться, вам лучше даже не пытаться и вам лучше даже не пытаться и вам лучше сразу от него отдалиться, ровно настолько, насколько вам будет комфорт. Вот. Мне выйдется ситуация такой, именно исходя из, ну, исходя из того, что вам полезнее, выгоднее и так далее. Как бы оказывает опыт, а человек чаще, наверное, все же остается при своем ныне, нежели чем что-то меняет, вот, а меняет человек что-либо в том случае, если, если он видит, откровенно, откровенный негатив, да, или откровенно расхождение, то есть диссонанс, диссонанс в том, что он, например, думает о мире, в том, что он видит в мире и то, что он чувствует. Вот, если это такой диссонанс происходит, то у человека выникает потребность что-либо менять. Вот. У вашего мужчины, судя по всему, такой потребности нет. И, соответственно, надеяться на то, что она появится, ну, можно, конечно. Ну, только вот сколько вы, сколько вы сами готовы отдать этому времени, своего времени. Вы развеете себе на это вопросы, я думаю, что проблем уже не будет такой. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.